Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшие 15 минут. Еще одним заместителем стало меньше в администрации Анапы. А в городском бюджете напротив прирост. Почти 400 миллионов рублей поступлений на этот день. Квота доверия на новый срок. Казаки избрали нового атамана Анапского районного казачьего общества. Примадонна Алла и Кристина Арбакайте на сцене гортеатра. На конкурсе художественной самодеятельности выступали анапские тосовцы. Деятельность подпольного игрового клуба пресечена сотрудниками анапской полиции на улице Красноармейская. Организаторы находятся под следствием улики десятки системных блоков, использующихся в незаконном бизнесе. Об этом сообщили на планерном совещании. А также сегодня стало известно о кадровых переменах в мэрии и о степени подготовки к курортному сезону. Обо всем по порядку. Вадим Родин. Как доложила на планерке замглавы Людмила Гузенко в преддверии праздника Пасхи, в Анапе по доброй традиции снова будут установлены несколько деревьев вербы желаний. На открытках дети-сироты уже написали свои желания. То, чего бы им хотелось получить в праздник Пасхи больше всего. Любой анапчанин может выполнить желание сироты, сняв открытку с просьбой с дерева. В анапском здравоохранении успешно применяется санавиация для транспортировки тяжелобольных в краевую больницу. Замглавы Людмила Гузенко дала поручение Управлению здравоохранения подобрать подходящую площадку для санитарного вертолета, максимально приближенную городской больнице. Вячеслав Александрович, у нас в этом году уже шесть анапчан были доставлены в Краснодар с помощью санавиации, то есть на вертолете. Но каждый раз мы ищем место для Пасхи вертолета. Поэтому предлагаю вам внести предложение изучить ситуацию. О доходах бюджета курорта на сегодняшний день сообщила заместитель главы Яна Дуплякина. Муниципальная казна за три месяца пополнилась на 397,5 миллионов рублей. В Анапе продолжаются посевные работы. По словам замглавы Михаила Баюра, аграрии подошли к отметке 50% выполнения запланированного объема обработки пашин. Параллельно идет инвентаризация земельных угодий, после чего нерадивые пользователи своих наделов лишатся. Анапа продолжает подготовку к курортному сезону, в рамках которой не только благоустраиваются и озеленяются курортные территории, но и идет наведение порядка в сфере торговли. Так, поручение данное мэром Анапа на прошлом планерном совещании уже выполнено. Торговые ролеты на набережной в районе ресторана «Ковчег» полностью демонтированы. Борьба с несанкционированной и нецивилизованной торговлей будет продолжаться. Тему летнего отдыха продолжила замглавы Людмила Гузенко. Так же, как и в прошлом году, в 28 школах будут организованы лагеря дневного пребывания, рассчитанные на 3800 учащихся. Многодневными походами планируется охватить более 3000 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет. На многодневных экскурсиях по краю будет задействовано более 4000 учащихся. Планируется, что в экскурсионных поездках по России примут участие более 2000 школьников. Туристические взлеты охватят 7500 учащихся. Более 200 крупных культурно-развлекательных мероприятий пройдут в Анапе этим летом, программа которых в ближайшее время появится на официальном сайте курорта. Также на планерке стало известно, что уволилась заместитель главы Татьяна Завизион, которая курировала санаторно-курортную отрасль, торговлю и общепит. На эту должность Татьяна Завизион была назначена в мае 2012 года, а до этого трудилась начальником управления по молодежной политике. Также стало известно, что назначен новый начальник управления имущественных отношений Елена Буряк. Вадим Родин, Андрей Стародубцев, Роман Карпов, Анапа-регион. Анапское районное казачье общество избирало нового атамана. По сложившейся традиции отчет перед старейшинами, властью города и перед всеми людьми держал прежний атаман Валерий Плотников. Принял участие в столь важном для города курорта мероприятии мэр Анапы Сергей Сергеев. О том, кто же возглавил анапское казачество, узнаем из следующего сюжета. Мэр Анапа Сергей Сергеев поприветствовал казаков, выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и высказал свое мнение о роли казачества в жизнедеятельности города-курорта, воспитании подрастающего поколения, обеспечении безопасности. Я бы хотел, чтобы мы устроили свои взаимоотношения так, чтобы можно было спокойно в любое время дня или ночи выйти на улицу и быть уверенным, что никто у нас не сорвет шар, не оторвет сумку, не заберет телефон. Я думаю, что сегодня мы на правильном пути. И ваша поддержка, и развитие гражданского общества, органов местного самоуправления. А сегодня мной принято решение о создании на территории города-курорта, на территории самого города, создания четырех микрорайонов, где будут и председатели, и секретари, и работать будут и ветеранские организации. И я хотел, чтобы и казаки имели опору именно в этих микрорайонах. Такую позицию мэра Сергеева казаки встретили традиционным Любо. Они готовы помогать властям Анапы навести порядок на территории и сделать курорт поистине безопасным. Прошло 36 месяцев с предыдущего отчетного собрания. Что сделано за этот период, докладывал атаман Валерий Плотников. Анапское районное казачье общество – одно из самых многочисленных в кубанском казачьем войске. Это мощный отряд. Если в апреле 2010 года в рядах анапского казачества значилось 1916 казаков, то в 2013-м уже более 2000, а семьями – более 5000. В казачьих кадетских классах сейчас учатся около 400 ребят. Это не раз отмечалось на уровне администрации края. Были поощрения. Казаки принимают участие в антинаркотической работе, охране государственной границы, природных объектов, тушении лесных пожаров. Только за прошлый год более 700 раз казаки выходили на дежурство с сотрудниками правоохранительных органов. В 2011-м году оказывали помощь при наводнении в Туапсинском районе. А в прошлом году в Крымске 476 казаков приняли участие в ликвидации последствий стихии. Собрали, доставили и раздали 25 тонн гуманитарной помощи, воды, одежды, постельных принадлежностей, переносных газовых плиток, продуктов питания. Через 5 часов после начала трагедии 215 казаков уже были в Крымске. Разбирали завалы в поисках жилых и погибших. Разыскивали и доставляли мор в тела погибших. Оборудовали палаточные лагери, делали многое другое. В том числе участвовали в обеспечении общественного порядка. Казаки умеют не только нести службу, но и праздновать. Осенью 2012 года в Анапе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 316-й годовщине образования кубанского казачьего войска и Дню Кубанского казачества. На театральной площади собрались тысячи казаков из Анапы и других муниципалитетов Кубани. С ними приехали кадеты казачьих классов. Анапчане и гости курорта смогли увидеть парад казачьих сотен, праздничный концерт, отведать каши из полевой кухни и сфотографироваться на память стилизованных казачьих куренях. День Победы, киношок, фестивали. Ни одно мероприятие в городе не обходится без казаков. Анапское районное казачье общество – одно из лучших в Таманском казачьем отделе. Анапское районное казачье общество – одно из лучших не только в Таманском отделе, но и во всем Кубанском казачьем войске. И я скажу, это большая заслуга и нынешнего Атамана, и Атамана Владимира Петровича Верстудина, который здесь присутствует. Затем Атаман Валерий Плотников изложил план, какой он видит дальнейшую деятельность казачьего общества. После этого состоялись выборы. Атаманом большинством голосов снова избран Валерий Плотников. По новому уставу он заступает на эту должность на пять лет. По обычаю его трижды стегнули по спине нагайкой. Какой же батьк Атаман будет отечески наказывать своих казаков, если он сам не будет изначально наказан нагайкой от руки старейшины? Затем прошли выборы суда и чести, и отец Виктор, настоятель Свято-Ануфриевского храма, благословил казаков на добрые дела. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа-Регион. Страшная авария произошла сегодня на трассе Новороссийск-Порт-Кавказ. В половине десятого утра в Анапе, недалеко от поворота в аэропорт, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате которого погибли пятеро человек, один с тяжелой травмой ноги доставлен в больницу. На этом видео с авторегистратора одного из очевидцев видно, что водитель, управляющий автомобилем Мазда, задолго до аварии совершил ряд серьезных нарушений правил дорожного движения, не раз выезжая на встречную полосу движений и островки безопасности. Далее за поворотом в село Витязево, выехав на встречную полосу, произошло столкновение Мазды с ВАЗ-2106. Иномарка пострадала по сравнению с ВАЗом незначительно, равно как и водитель. С открытым переломом берцовой кости девушка доставлена в больницу. Водитель и пассажиры «шестерки» от удара погибли на месте. Полиция устанавливает причину, по которой водитель иномарки не вернулась на свою полосу движения по завершении обгона. По данному ДТП ведется проверка. Причины, послужившие дорожно-транспортному происшествию, устанавливаются. Село спасателям пришлось извлекать при помощи специального оборудования. Причина аварии, как всегда, пренебрежение правилами дорожного движения. Анапские квартальные и домовые на время перевоплотились в звезд российского шоу-бизнеса. Конкурс, который прошел среди органов территориального общественного самоуправления, стал свидетельством того, что ТОСы могут не только успешно оказывать помощь в благоустройстве города, но и прекрасно реализовать себя на сцене, исполняя песни, танцы и даже пародии. С места событий Светлана Авилова. Салаты из морепродуктов, выпечка, любимый на Кавказе шашлык и украинские варенички. Эти и другие блюда ТОСы готовили для первой номинации «Кулинарный поединок». Жюри, которое возглавил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов, оценивало разнообразие блюд и их качество. Глядя на торт «Весенний марафон», салат «Цветочные часы» и «Нагостагаевские пироги», понимаешь, конкурсантам хотелось не только сделать блюдо вкусным и полезным, но и проявить оригинальность. «В день города, итоги мы подводим, цветы, подарки, грамоты вручаем, передовых отосовцев и активистов величаем». «Визитная карточка» – так называлась вторая номинация. В ней каждый руководитель ТОСа рассказывал о себе и своей команде. Но не просто так, а в различных жанрах. Кто-то сложил о себе целую балладу, кто-то решил, что его биография лучше прозвучит в песне и в окружении группы поддержки. Вот, например, как это сделала Анастасия Кульбякина, ТОС номер 63 из Анапского сельского округа, пригласив принять участие в празднике творческих людей разных национальностей. А Людмила Бурнайкина, руководитель ТОСа под номером 30, решила на деле показать, как нужно наводить чистоту на улицах и сделать из Анапы город-сад. Последний конкурс музыкальный у тосовцев самый любимый. Вот где можно подурачиться и зарядить зрителей творческим потенциалом. Руководитель ТОСа номер 4 Елена Чумакова и Надежда Комарова так вжились в образы Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой, что публике показалось, на праздник пожаловала сама Примадонна с дочкой. Знаменитая классическая кабара в Париже «Мулин Руж» ТОС номер 25 решил преподнести зрителям по-своему, назвав выступление пенсионерским «Мулин Ружем». А вот Людмила Бурнайкина с песней «Кукарелла». Было три текста – русский, английский, перевод с английского на русский, как правильно произносить. Поэтому, ну и естественно, сами движения, ты же не просто там стоишь, а надо двигаться, танцевать и действительно вживаться именно в этот образ, который ты показываешь своим зрителям. По завершению конкурса участникам были вручены дипломы и ценные подарки. Победителем была признана Людмила Бурнайкина, в ведении которой находится 30-й округ города-курорта. На втором месте – Варгаш, Кабаса-Кальян, ТОС номер 139 Собсесского округа. И на третьем – Татьяна Гайдара, руководитель ТОСа номер 129 Приморского округа. Такой конкурс нужен, говорят ТОСовцы, ведь он сплачивает и помогает дружно делать многие дела на благо Анапы. Конечно же, общение. Общение – это только, а то мы каждый варимся в своем котле, скажем так, а так каждый делится, что новенького сделал у себя, что себе перенять тоже. И опять же, даже такие в характере у себя думаешь, да нет, нет, это я не смогу. А тут, пожалуйста, тебе сможешь и спеть, сможешь и танцевать, сможешь и тех же вареников налепить. Самые активные жители муниципального образования обещали и впредь никогда не останавливаться на достигнутом, а покорять все новые и новые вершины в своей работе. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа-Регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. Во вторник, 16 апреля, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 13-15 градусов тепла, ночью около плюс 11. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 25-30 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркури-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.